МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Политика и работа – вещи не только легко совместимые, но и взаимодополняющие. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Тамара Шатликова провела прямую телефонную линию с жителями области. Степень опасности остается на высоком уровне. Расслабляться не стоит. Большое интервью Виктории Нечаевой с главным санитарным врачом города Бреста и Брестского района Геннадия Мраченко о ситуации с коронавирусом в областном центре. Плазма с иммунитетом – один из способов поставить на ноги тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. Ирина Кузьмич выясняла, есть ли в Бресте доноры иммунной плазмы. Об этом и не только. Будем говорить прямо сейчас в программе «Итоги недели». На связи сенаторы. Они продолжают работу с обращениями граждан по всей стране. Прямые телефонные линии человеку не позволяют остаться со своими проблемами наедине. Всех выслушают, услышат и помогут. Для парламентариев же это возможность узнать, как работают местные органы власти. Оформление наследства, пенсионное и жилищное законодательство, деятельность адвокатуры. С этими и многими другими вопросами накануне обращались жители Брестской области к члену Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Тамаре Шатликовой в ходе прямой телефонной линии, которая состоялась в Бресте. Наш корреспондент Виктория Нечаева познакомилась с сенатором и убедилась. Политика и работа – вещи не только легко совместимы, но и взаимодополняющие. Обратиться со своими проблемами к сенатору Тамаре Шатликовой можно было в течение трех часов по телефону. В условиях непростой эпидситуации – это самая оптимальная форма диалога и эффективная. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Тамара Шатликова отмечает – общение с людьми – важная составляющая сенаторской работы, потому что это первоисточник. Да, не всегда бывает просто, но большой стаж работы в адвокатуре позволяет ей решать проблемы людей сквозь призму личного опыта. Я более 30 лет работаю в адвокатуре и, наверное, как работник никакой другой профессии юридической знаю проблемы людей изнизу, что называется, напрямую. Люди к нам часто приходят и даже мы знаем, какой закон работает, какой работает плохо, и поэтому важно это все использовать именно в работе по законотворчеству. Как правило, к Тамаре Шатликовой обращаются как к юристу за разъяснением законодательства. Но часто возникают и другие вопросы. Традиционно поступали звонки, связанные с недоработками в сфере ЖКХ. Услышан был каждый человек. Некоторые проблемы разобрали по полочкам сразу, есть и те, которые требуют более глубокого изучения и анализа, но, так или иначе, все обратившиеся ответ получат. Достаточно часто возникают вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного законодательства. Какие-то вопросы можно решить прямо в ходе беседы, дать консультацию. Вот сегодня женщина звонила по наследственному праву, и, безусловно, в ходе беседы мы с ней разрешили эту проблему. Какие-то вопросы требуют дополнительного изучения, а, может быть, даже необходимо их отправить в компетентные органы, которые призваны решать те или иные вопросы. Тамара Шатликова, сенатора Ткобринского и Малорицкого районов, регулярно выезжает на прием в агрогородки, чтобы на месте во всем разобраться. Держит тесную связь с представителями сельских исполкомов. Проводит большую работу для того, чтобы квалифицированная юридическая помощь при необходимости была оказана оперативно и качественно. Как председатель коллегии адвокатов, безусловно, мы оказываем юридическую помощь жителям агрогородка. Конечно, приезжая в любой агрогородок, я смотрю, насколько там правильно наша документация оформлена, насколько есть агитация, насколько знакомы жители агрогородка, что у них есть такая возможность и право обращаться за юридической помощью. На сегодняшний день так стоит вопрос, что если жители агрогородка нуждаются в юридической помощи, то они должны записаться в исполкоме. И адвокат, даже если житель не может приехать в районный центр, адвокат в любом случае может посетить этот агрогородок и принять всех желающих. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, селекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о главном. Сегодня мы живем в отрезке времени, который точно войдет в историю. И только от нас зависит, насколько успешно мы справимся с новым вирусом и победим ли его. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси уже преодолен рубеж в 40 тысяч заразившихся коронавирусом. Против инфекции лекарства пока нет. Но есть система, которая работает. Правила до нельзя просты и понятны. Мы неоднократно повторяем это соблюдение дистанции, отказ от посещения мест массового скопления людей и личная гигиена. Кто-то строго соблюдает все рекомендации ВОЗ и белорусского Минздрава. Кто-то уже подрасслабился. Хотя еще точно не время. Степень опасности была и остается на высоком уровне. В нашей уже традиционной рубрике «Большой разговор» ответы на самые актуальные сегодня вопросы дал главный санитарный врач Бреста и Брестского района Геннадий Радченко. Мы прошлись по болезненным точкам и расставили акценты. Геннадий Иванович, ситуация в Бресте всегда была наиболее благоприятной и стабильной. По вашему мнению, с чем это связано и как сегодня ситуация обстоит? Ситуация на сегодняшний день напряженная, потому что Брест одним из последних вошел в эпидпроцесс по коронавирусной инфекции. Значит, по всей видимости, он последний и выйдет из него. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Как я уже говорил, ситуация напряженная, но вместе с тем все противоэпидемические мероприятия проводятся и ситуацию можно назвать контролируемой. Сейчас изменилось тестирование, то есть есть в соответствии с приказом Министерства здравоохранения определенные показания для экспресс-тестов, есть показания для отбора мазков, для ПЦР-реакции. И поэтому сегодня лаборатории более-менее разгрузились и практически результаты выдаются на следующий или через день. На сегодняшний день тесты имеются во всех организациях здравоохранения. Это экспресс-тесты, ну и, соответственно, тоже производится забор материала в виде мазков для постановки ПЦР-реакции. Для жителей города Бреста и Брестского района такие исследования проводит лаборатория областного кожно-венерологического диспансера. Самостоятельно тест сделать невозможно, то есть тестирование проводится по медицинским показаниям и по эпид-показаниям. То есть врач определяет, кому необходимо делать тестирование. Хорошо, допустим, человек переболел. У него есть иммунитет? Сегодня достоверной такой информации нет, потому что инфекция новая, но по всей видимости все-таки какой-то иммунитет есть и в какой-то мере человек, который переболел, возможно, он защищен в дальнейшем против этой инфекции. У многих людей сегодня панические настроения. Вот может ли стресс как-то повлиять на иммунитет? Конечно, стресс в какой-то мере влияет на иммунную систему и снижение иммунитета под влиянием стрессовых ситуаций может наблюдаться. Я советую достоверные данные только оценивать, ну и соблюдать все правила, которые мы рекомендуем. То есть понятно, что в Бресте есть случай коронавирусной инфекции, поэтому необходимо все наши рекомендации выполнять. Геннадий Иванович, какие мероприятия проводятся Брестским зональным центром гигиены и эпидемиологии в рамках профилактики, в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции? Работа добавилась в разы, но сил и средств хватает. Наши эпидемиологи, врачи, помощники, дезинструкторы, дезинфекторы работают напряженно и в вечернее время, и в выходные дни. Мы проводим противоэпидемические мероприятия как в домашних очагах, то есть по месту жительства, так и по месту работы, это эпидрасследование, определение круга контактных первого, второго уровня, передача медицинских наблюдений в организации здравоохранения, проведение дезинфекции как по месту жительства, по месту работы, учебы и так далее. Кроме того, мы осуществляем контроль соблюдения самоизоляции совместно с органами внутренних дел, но и другая работа, кроме противоэпидемической проводится и контроль за соблюдением наших рекомендаций на объектах торговли, общественного питания, в организациях здравоохранения, образования, бытового обслуживания и на других объектах. В первую очередь дистанцирование, то есть должна быть разметка, дополнительное мероприятие, и это не рекомендательный, обязательный характер, это использование масок, своевременная их замена, использование антисептика, проведение дезинфекционных мероприятий по вирулицидному типу, то есть против вирусов, ну и другие мероприятия, то есть все рекомендации всем группам объектов, даны и Министерством здравоохранения, и нашим Брестским зональным центром геноэпидемиологии. Нарушающий режим самоизоляции в Бресте, такие есть, много таких? Ежедневно, и в субботу, и в воскресенье, и в праздничные дни мы проводим рейды по контролю соблюдения самоизоляции совместно с органами внутренних дел. За весь период уже более 250 рейдов, охвачено более 3,5 тысяч человек. Ну, хочу отметить, что в последнее время сознательно из жителей города Бреста и Брестского района она возросла, и в основном люди все-таки соблюдают режим изоляции, самоизоляции. Но в случае, если этот режим не соблюдается, то есть составляются протоколы об административном правонарушении, нарушители привлекаются к административной ответственности. А рекомендации людям все те же? В первую очередь, эта инфекция передается при непосредственном контакте с больным, то есть самый важный вопрос – это дистанцирование, это самое важное. Второе – это использование маски. И маски сегодня должны использовать не только в соответствии с санитарными нормами и правилами работники, скажем, предприятий, торговли, общественного питания, но я настоятельно рекомендую использовать маски и всем посетителям торговых центров, магазинов, для того, чтобы они обесопасились себя от этой инфекции. Рекомендации все те же – не выезжать за пределы города, это не только за рубеж, но и в пределах Республики Беларусь, потому что эпидситуация складывается в регионах по-разному. Кроме того, дистанцирование, как я уже сказал, метр-полтора, использование маски, избегать скопления людей, каких-то массовых мероприятий. Помимо этого использовать антисептик. Маски, кстати, должны использоваться у нас и в общественном транспорте. Но и вообще советую пользоваться только самым необходимым маршрутом. На работу с работы, в магазин как можно реже, ну и, если необходимо, в аптеку. И если вы ходите на эти объекты, то в обязательном порядке использовать маску и антисептик. Вирус все-таки поменял привычный уклад нашей жизни, но, тем не менее, жизнь в Бресте идет своим чередом. Люди пользуются каждый день общественным транспортом, ходят в церковь. Молодые люди, мы знаем, что женятся. Одиннадцатиклассники готовятся к выпускным вечерам, а школьники к оздоровительным лагерям. Вот как посоветуете в этой ситуации себя вести? Ситуация напряженная, поэтому необходимо не расслабляться, а наоборот сейчас жителям города Бреста и Брестского района сконцентрироваться и вспомнить все те рекомендации, которые мы давали и в начале, и в дальнейшем, и строго их соблюдать. Если будут соблюдаться эти требования, то мы быстрее выйдем из этой ситуации. Впереди у нас лето, многие европейские и южные страны, мы знаем, что постепенно начинают открывать свои границы, и мне кажется, все равно найдутся брещане, которые захотят провести свой отпуск вне Беларуси. Какие рекомендации и советы им следует учесть? Я бы не советовал выезжать за пределы республики, потому что и как по эпид показаниям, так и даже по тому же вопросу, в случае, если человек заболеет, как ему там будет оказываться помощь. Вы же видели, как сложно было в такой период возвращаться на родину. Ну и финансовые вопросы, и оказание нормальной медицинской помощи. Понятно, что предсказать ничего нельзя, но вот по предварительным прогнозам, когда мы все-таки избавимся от этого вируса, и умрет ли коронавирус при летней жаре? Климат, жара или иные погодные условия, они не влияют на данную инфекцию, то есть этот вирус не носит сезонный характер, поэтому только выполнение всех рекомендаций будет способствовать выходу из этой ситуации. Как я уже сказал, что сейчас мы находимся на пике, конечно, мы надеемся и в какой-то мере прогнозируем, что в ближайшие, возможно, 10 дней ситуация начнет стабилизироваться, но опять же говорю, этому будет только способствовать то, что наши жители города Бреста будут выполнять все рекомендации. Четко по полочкам разложено. Кажется, все так просто, но тем не менее, когда закончится пандемия, точного ответа нет ни у кого. Над созданием вакцины против COVID-19 работают все страны, но пока ее нет. Эпидемия идет на спад, но положение нестабильное. В Беларуси все еще немало случаев заражения коронавирусной инфекцией, и врачи по-прежнему борются за жизнь каждого пациента. По данным Минздрава, в нашей стране выздоровело более 17 тысяч белорусов. Благополучное выздоровление – это не только о сохраненной жизни человека, но и о возможной помощи другим. Плазма с иммунитетом остается одним из способов поставить на ноги тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. Специалисты Брестской областной станции переливания крови забором иммунной плазмы начали заниматься не так давно. Брещена вступила в активную коронавирусную фазу позже других регионов, а значит, потенциальных доноров и плазмы с иммунитетом мы ждали дольше других. Сегодня уже можно говорить, что процесс пошел. Но для тех, кто желает поделиться плазмой с антителами, с заболевшими, существует несколько условий, из которых главное – перенесенная коронавирусная инфекция. У нас нет возможности обследовать всех на наличие антител к названной инфекции. Поэтому основным из условий, которые мы предъявляем потенциальным донорам иммунной плазмы, является наличие в анамнезе подтвержденной перенесенной ковид-инфекцией. Преимущество отдается донорам в возрасте до 50 лет с массой тела более 60 кг. С даты полного лабораторного и клинического выздоровления должно пройти не менее 15 дней. Брестская областная станция переливания крови готова к забору иммунной плазмы. Ведь специальной подготовки не требуется, и для организации получения плазмы все есть. Ждали доноров. И дождались. Одной из первых, кто решил поделиться иммунной плазмой, стала Виктория Семенюк, которая переболела коронавирусной инфекцией. Работая в приемном отделении учреждения здравоохранения Каменецкой центральной районной больницы Виктория узнала, что ее тест на COVID-19 оказался положительным. До сих пор вспоминает о том дне и болезни с дрожью в голосе. Узнала о том, пришли мазки, брали нам на работе, у меня подтвердился коронавирус. Мне позвонили по телефону и сказали, что у меня подтвержденный коронавирус. Для меня это было шоком. Первые пару минут это было просто какой-то ступор. У меня началась небольшая истерика, но потом я себя взяла в руки и как бы нормально перенесла. Всю информацию дала работникам санстанции, всех, с кем была в контакте, что, где, как. И в дальнейшем мне сказали, что меня госпитализируют в инфекционное отделение. Виктория является донором уже не первый год, поэтому, когда узнала о возможности сдать плазму и тем самым помочь нуждающемуся, согласилась без колебаний. Являюсь донором, я езжу сдавать кровь. И вот поэтому девочки нам сказали, что кто перевалил ковидом, могут сдавать плазму. Вот я позвонила, узнала, и меня очень здесь ждут. И я вот сегодня приехала сдавать. Надеюсь, что моя плазма кому-то поможет. Сдать иммунную плазму в Брестскую областную станцию переливания крови пришел и студент Витебского медицинского университета Василий Денищик, который принес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Для него эта болезнь прошла практически бессимптомно. И сейчас он может помочь другим. Болезнь проходила легко. Узнал я в связи с потерей боняния. Об этом заболевании температуры у меня не было, а боняние вернулось через пять дней. Вот вся болезнь. Переливание плазмы считается перспективным направлением в лечении коронавирусной инфекции. Часто так называемая пассивная иммунизация, которая должна применяться в комплексном лечении, дает хороший результат и больной идет на поправку. Но пока людей, которые переболели коронавирусом и пришли на донацию в Брестской области, немного, около десяти. В ближайшем будущем, как прогнозируют специалисты, желающих поделиться, плазма с антителами станет намного больше. А значит, надежда на полное выздоровление у людей есть. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Профилактика, личная гигиена прежде всего. Это сегодня самое важное, что касаемо здоровья. Не надо паниковать, но и разум должен присутствовать в каждом поступке человека. Уже несколько месяцев новостные ленты всех изданий мира сосредоточены на теме коронавируса. Сначала было неприятие, нас это обойдет стороной. Не обошло. Потом стало панически страшно. Все надели маски, перчатки, скупили диссредства. Сегодня наступил тот момент, когда люди устали. Устали бояться, устали паниковать, перестали соблюдать меры безопасности. А зря. Вирус еще рядом, рядом с нами и расслабляться пока еще рано. Сегодня мы не будем говорить о цифрах, мы просто хотим сказать всем нашим зрителям, мы должны быть вместе. И это не пустые слова. Мы вместе и мы должны беречь друг друга в это непростое время, говорит известная в нашем городе вокалистка, представитель Белорусского союза женщин Марина Житинева. Она на время сменила концертные костюмы на закрытый образ с перчатками и маской. Но своей жизненной активности не теряет, помогая и поддерживая тех, кто столкнулся с коронавирусом. В наше непростое время я хочу призвать просто всех жителей носите маски, мойте руки и это действительно серьезные вещи. Это не смешно, потому что находясь вот на этой святой территории, где вот выписываются, ложатся больные, мы это видим, это настолько ощущается. Нам кажется, когда мы гуляем по городу, что этого не видно, это где-то витает, летает, а здесь это такие реалии жизни. Поэтому я вам всем желаю здоровья, соблюдайте правила гигиены, пользуйтесь масками. Всем здоровья! Творчество не знает границ, согласитесь, еще несколько месяцев назад мы не могли подумать о том, что посещать концерты можно, не вставая с дивана. Теперь же у нас есть такая возможность. Игорь Пашечко, известный в городе шоумен и музыкант, вместе со своей творческой командой во время пандемии стал работать над записями онлайн-концертов. Много есть же мнений и медицинских, и околомедицинских, про то, что кто-то говорит, что маске полезно, кто-то говорит, что это ничего не решает. Я для себя принял решение это делать, то есть делать те минимальные, минимальные средства, применять те минимальные средства защиты, которые есть, то есть маска, дезинфекция рук, одежда, когда я прихожу домой, снимается и складывается в шкаф, одно время это вообще упаковывалось, пакет выносилось на балкон, сейчас просто в шкаф в коридоре. Стараться соблюдать социальную дистанцию обязательно и без необходимости собственно не посещать те мероприятия, где очень много людей. Для меня допустим вот эти вот минимальные средства защиты это вот как правило дорожного движения, потому что если я соблюдаю правила дорожного движения, далеко не факт, что в меня не въедет грузовик, но есть шанс, гораздо больше шансов, если я соблюдаю правила дорожного движения, если я соблюдаю в ремне безопасности и так далее, то есть есть гораздо больше шансов уцелеть, самому не стать причиной этой аварии, вовремя среагировать на нее, то есть вот для меня ношение, скажем так, марлевая повязка либо вот эта вот оригинальность с чесноком, это правило дорожного движения, которое стоит выполнять. Коронавирус поменял уклад жизни белорусов, мы узнали много нового о себе, о своем окружении из-за вспышки эпидемии, мы научились быть человечнее, незаботливее в отношении друг друга, вроде бы держим дистанцию, но становимся ближе, молодые брещане как-то стали сплоченнее, помогая ветеранам, пожилым людям, медицинским работникам, и вот он, самый настоящий вирус, вирус доброты. Мероприятия мы проводим, конечно, уже не такие массовые, то есть по пять человек, но все равно молодежь, она активна, она продолжает, она не унывает, она настроена позитивно, и хочется всем пожелать тоже хорошего настроения, позитива, больше конструктивизма, то есть чтобы мыслили конструктивно, чтобы чувствовали себя хорошо, и мы вместе, мы вместе это все переживем, преодолеем. Самое главное – это соблюдать меры безопасности, беречь своих родных и близких, может быть отказаться от каких-то массовых гуляний, посещений, встреч с друзьями, пообщаться с ними по телефону, и главное – не унывать. Мы вместе, и мы, именно мы должны сказать себе, я ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье близких и совершенно чужих людей. Мы просто не имеем права сегодня, когда коронавирус еще рядом, забыть о правилах личной гигиены и мерах профилактики. Нужно носить маски в местах скопления людей, нужно мыть руки, а если вы чувствуете признаки недомогания, обращайтесь к врачам и оставайтесь дома. Воспользуйтесь народной мудростью. Здоровье не купишь, его разум дарит. Пандемия коронавируса в той или иной мере затронула практически все сферы жизнедеятельности людей во всем мире. Такой привычный и обыденный для нас ранее поход в магазин стал серьезным делом, а дорога на работу или домой стала настоящим квестом. Многие сейчас обходят стороной автобусы или маршрутные такси и предпочитают передвигаться либо на своих двоих, либо на личном транспорте. И вот здесь поставим восклицательный знак. В транспортной сфере серьезные проблемы. Отмена некоторых городских и междугородних рейсов, отсутствие международных маршрутов, снижение пассажиропотока. Эти и многие другие проблемы появились у тех, кто занимается перевозками. Ирина Кузьмич изучала проблему, ей удалось получить компетентные комментарии. Смотрите сюжет. Общественный транспорт – жизненно важная необходимость, которая помогает городу существовать. Ежедневно огромное количество людей используют автобусы, троллейбусы или маршрутные такси, чтобы добраться из точки А в точку Б. Но сейчас, во время непростой эпидемической ситуации, многие предпочитают свести к минимуму поездки. Снижение пассажиропотока началось еще в начале марта, практически сразу после того, как в Беларуси был выявлен первый случай заражения COVID-19. А этот факт повлек за собой другие изменения. Снижение объема перевозок пассажиров в целом, если говорить и по автобусам, и по троллейбусным перевозкам, и по маршрутам экспрессного сообщения, снизился объем перевозок на 30%. Несомненно, изменения в передвижениях, изменения в конреспонденции перевозок пассажиров, изменения в пассажиропотоках повлекли за собой изменения маршрутной сети города Бреста. Так, на ряде городских автобусных маршрутах, на ряде городских троллейбусных маршрутах были внесены некоторые изменения, изменена работа транспорта по определенным промежуткам времени. При этом реализация билетной продукции тоже изменилась. Все меньше людей покупают проездные из рук в руки и активнее приобретают электронные билеты, используя приложение «Оплати», которое не так давно появилось в городе, но уже успело стать популярным, ведь это просто, удобно и безопасно. Еще один их плюс – не надо думать о контролере, ведь служба ревизоров работает и в это время. В настоящий момент контрольная ревизорская служба работает в том же режиме, но при условии доведения тех рекомендаций, которые доведены с учетом сложившейся ситуации, выдаются им маски, выдаются им перчатки. Конечно, в автобусе или троллейбусе возможность держать социальную дистанцию есть, а вот в маршрутных такси все не так просто, что касаемо дистанцирования. А потому в последнее время пассажиров стало почти в два раза меньше, люди опасаются. Водители и хозяева таксичек находятся в положении Аховом, доходы упали значительно. Во-первых, лето, люди больше пешком на велосипедах передвигаются, ну и, естественно, с коронавирусом в два раза меньше людей стало. То есть днем сейчас ездим, два-три человека в одну сторону везем и все. Пассажиры поток изменился, ну мало людей ставится, потому что, ну, в связи с этим коронавирусом, многие позакрывались, фирмы, я так понимаю, на работу не ездят, и студенты учатся на домашних условиях. Гораздо меньше, ну я не знаю, можете посмотреть, пять человек. Пассажиры поток изменился очень существенно. Во-первых, на дачный период было всегда много народа ездило, сейчас людей ездит очень мало. Снижение количества пассажиров отслеживается и на автовокзале Бреста. Людей в зале ожидания практически нет. И если по городу люди передвигаются на общественном транспорте, на работу, в аптеку или домой, то поездки за город снизились наполовину, а значит и количество рейсов сократилось в разы. У нас очень большие произошли изменения в связи с закрытием границ страны Европы, Украины. Будем так говорить, что пассажиры поток сократился у нас более чем на 50%. На цифрах могу сказать так, если мы продавали 100 тысяч пассажиров, сейчас мы даже 50 тысяч не продаем пассажиров. Что касается уменьшения рейсов, рейсы в пригородном направлении сократились в районе 8-9%, в междугородном направлении сократились в районе 15-16%, в международном направлении сократились на 97%. Сотрудники автовокзала для недопущения распространения вируса работают только в масках и перчатках. Исключением стали кассиры, которые защищены от окружающих стеклом. Для них маски необязательны. Тщательные уборки дезинфицирующими средствами проводят с завидной чистотой, уделяя внимание всему, чего касается рука. Дверные ручки, поручни и многое другое. Все для того, чтобы обезопасить людей. Но и брещане должны думать о собственной безопасности. Хотелось бы обратиться к пассажирам и попросить их, чтобы все-таки автовокзал – это место общественного пользования. Чтобы в первую очередь подумали о себе, что нужно любить себя в первую очередь. И все-таки находились на автовокзале и в транспорте, в средствах защиты. Что, к сожалению, конечно, у нас еще далеко не выполняется. Коронавирус не витает в воздухе, как обычный вирус гриппа. Для заражения нужен очень тесный контакт. Потенциальный риск заразиться в троллейбусе или автобусе зависит только от того, насколько они заполнены пассажирами. А потому, пользуясь общественным транспортом, не забывайте о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции, чтобы ваша поездка была безопасной. Особый вклад в культурную жизнь Бреста вносят учащиеся детской хореографической школы имени Погодина. Свой труд, энергию и душу дети вложили в более чем 20 проведенных мероприятий в рамках празднования тысячелетия. Сегодня они продолжают держать высокую планку. И ведь за каждым поставленным номером концертной программы стоит колоссальная работа ребенка, которую он проделывает задолго до того, как выйти под софиты и вспышки камер на сцену. Следующая информация актуальна для родителей, чьи дети хотят быть артистами. Брестская городская детская хореографическая школа имени Погодина набирает новых учащихся на 2020-2021 учебный год. Набор пройдет в три этапа. Последний состоится в августе. А первые кастинги прошли в субботу. Серьезные детские лица, удобные костюмы и балетные пучки. Наборы в Брестскую детскую хореографическую школу имени Погодина проходят в три этапа. В первом туре приняли участие выпускники подготовительных групп. Претендентов на поступление в первый класс казалось очень много. Конкурс большой, примерно пять человек на место. Я пришла на отбор, на хореографию отбирали с шести лет. А я пришла в пять лет. Сначала меня не хотели брать, потом увидели, какая я гибкая, и меня взяли. Для меня танцы – это вдохновение, это развлечение. Я пришла, чтобы поступить в первый класс. Мы смотрим на внешний вид. Внешний вид, вы же понимаете, что это будущие артисты. Они будут выходить на сцену, поэтому, конечно, сценическое лицо, красивые глаза, красивая улыбка. Ну, это, конечно, без этого в хореографии никак мы готовим будущих артистов. Ну, и, конечно же, будем обращать внимание на гибкость ребенка. Ну, это не значит, что он должен уже садиться на все шпагаты. Мы смотрим потенциал, возможно ли это развить или это не нужно развивать. Если поступят, они будут изучать основы классического народно-сценического историко-бутового танца, дополнительные предметы, различные направления эстрадного современного детского танца. Также в школе ребята изучают основы игры на музыкальных инструментах, аккордеоне, баяне и гитаре. Еще здесь учат основы музыкальной грамоты, композиции и постановки танца, истории театра и балета. Наши дети получают дипломы государственного образца, утвержденные Министерством культуры Республики Беларусь, после чего они поступают в СУЗы и ВУЗы нашей страны. Для того, чтобы поступить на бюджетное отделение нашей школы, мы советуем родителям приводить их детей немножечко раньше в наши подготовительные группы. Вообще учащимся первого класса могут стать и детки 9-10 лет. Обучение проходит по пятилетней программе основной. А те дети, которые хотят начать обучение раньше и подготовиться уже к поступлению в первому классу, они приходят и в 6, и в 7, и в 8 лет. Обучение в Брестской детской хореографической школе является хорошим трамплином для достижения более высоких целей. Педагоги учебного заведения говорят, чем раньше ребенок познакомится с основами хореографии, тем больше у него будет возможности для поступления в первый класс. Второй тур, на который мы приглашаем деток с города, те, кто не проходили обучение в подготовительных группах, 6-7 июня. Они также могут прийти в любое удобное для них время с 10 до 14.00, при себе иметь шортики, маечку, любую удобную спортивную форму, которая позволит нам раскрыть и посмотреть хорошо ребенка. После чего те дети, которые прошли первый и второй тур, в августе будет третий тур, после которого они уже будут знать, кто поступил в первый класс. Смысл всего обучения, это, конечно же, не только обучиться основам хореографии в стенах школы, но и дать возможность ребенку выйти на сцену. Это самое главное. Чтобы он показал себя, показал то, чего он достиг. И дети это очень любят. Выступаем мы очень много. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Я Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова